Педагоги школы искусств, руководители творческих коллективов, работники домов культур, музеи, библиотек. А еще артисты, музыканты, певцы, художники и писатели. Совсем скоро они отметят профессиональный праздник. А пока в столичном Екатеринском парке награждение лучших. Бориса Васильевича Подолян, специалистка. Вы выполняете важнейшую миссию по формированию культурного кода страны, по формированию культурного кода своего народа. Именно вы, работники культуры, сегодня в это непростое время способны объединить людей, способны сохранить диалог между людьми разных национальностей. Для Людмилы Янпольской орден «Трудовая слава». Она работает библиотекарем вот уже 55 лет. Вы знаете, самое главное – видеть глазенки детей. И если мне нравится какая вещь, я стараюсь читателю – возьмите, почитайте, возьмите, почитайте. И потом обратная связь. Это так интересно – это видеть человека, которому это понравилась вещь. А я же работаю уже давно. Я знаю интересы читателей. И уже к каждому человеку приходят, а я уже приготовила ему литературу по его интересу. Мне нравится эта работа. И я очень счастлива. Грамота президента для художника Сергея Задорожнева. Его сын Роман – оператор Первого Приднестровского. И за кадром этого интервью тоже он. Я преподаю скульптуру. Мы ведем лепку у малышей и у старших. Очень много мероприятий. И проводят очень активное участие. И дети, и мы. Я сейчас пишу натюрморты небольшие и пейзажи небольших размеров таких, чтобы можно было подарить кому-то небольшое такое сувенир. Это на срезе дерева или на ДВП. А это творческий подарок от народного коллектива современного танца «Фантазия». Через месяц им исполняется 23 года. Эстрадные, классические, стилизованные народные танцы и даже балет. Основатель и руководитель коллектива Олеся Митрофаненко. Сегодня получила звание заслуженный работник культуры. У нас каждый день праздник, каждый день рабочий. Тоже образ жизни. Без этого сейчас мы уже не можем. Мы два дня бездействуем. Такое ощущение, что вылетающие жизни на два месяца. Есть такие, которые, будучи выпускницами, продолжают функционировать в старшем составе. И их дети танцуют в младших составах. То есть такая приемственность по кулению получается? Да, верно. У нас есть. А кто-то совмещает творчество и спорт. Как Светлана Волощук. Она руководитель студии «Восточного танца». Начала сама обучаться, начала сама преподавать. Ну, в общем, на сегодняшний день чемпионка мира и обладатель Кубка Европы. У меня в коллективе дети от 5 лет. Несколько групп. Дети от 5 лет и до 68 лет. Я их всех очень поздравляю. И вечером мы встретимся на репетиции. Завтра мы танцуем на День предпринимателя. И послезавтра у нас мастер-класс мы даем здесь, в парке. Свой профессиональный день многие работники культуры традиционно отметят на работе. Потому что выходные и праздники для них самая творческая и горячая пора.